285 первокурсников Сызранского летного училища произнесли самые главные слова на верность Родине и своей профессии. Военную присягу принимали и наши земляки выходцы из Чувашии. Подробности в репортаже нашего корреспондента Родиона Архипова из Сызрани. Мужество измечать свободу и независимость культурного строя России, народ и отечества. Из года в год растет популярность профессии военного вертолетчика у наших чувашских ребят. Этому поспособствовали в том числе и ежегодные экскурсии в Сызранское летное училище, которое организовывает и проводит его выпускник, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени Геннадий Матвеев. Когда офицер, принимая решение, трудную минуту вспоминает день присяги, поверьте, это легко становится и всегда успешно выполняешь боевую задачу. Ну, я еще сегодня уполномочен передать приветствие главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, который лично курирует профориентацию чувашской молодежи, а именно поступление и стать военными летчиками в нашем родном училище. Поэтому всем огромное спасибо руководству нашего училища, преподавательскому составу, ветеранской организации, потому что налажены с 2008 года ежегодные наши посещения училища до 100 человек, старшеклассников, дают свои плоды. Десятки поступивших ребят из Чувашии, их счастливые и благодарные родители – результат этих поездок. У меня сюда сначала поступил двоюродный брат, он тоже из Чувашии. Я точно так же, как Николай, приезжал сюда на экскурсию, которую организовал Матвей Геннадий Петрович. После этого мне тоже захотелось сюда, я тоже выбрал дорогу к небу. Путь к погонам непрост. Одни экзамены и профессиональный отбор чего стоит. Для прохождения врачебно-летной комиссии требуется отличное здоровье и физическая подготовка. Итог испытаний – курс молодого бойца. Интересные случаи были. Мы стеряли из автомата. Это в первый раз получается. Поначалу закладывают уши, это непривычно. Также над нами, когда мы копали окопы, над нами пролетали вертолеты. Они пролетали очень низко. Он готовился очень хорошо. Это, правда, переживал. Он физически тоже готовился. И экзамен готовился. Все это, как говорится, очень старался. Мы рады за него, конечно. В училище созданы все условия для подготовки высококвалифицированных вертолетчиков. Учебно-материальная база состоит из новейших тренажерных комплексов. Аудитории и классы спецподготовки оборудованы по последнему слову техники. Практика начинается на современных учебных вертолетах, а заканчивается на боевых. Здесь почва подготовлена. Ребята более подготовленные придут. И вот этот тандем, когда Михаил Васильевич, Геннадий Петрович, они работают, ну и другие, конечно, представители Чувашской республики. Это только на плюс. Это качество подготовки, это уровень отбора. И в итоге это скажется, конечно, и на престиже как нашего училища, так и Чувашской республики, и, наверное, вооруженных сил в целом. Присутствие ваших ребят в стенах нашего училища, оно будет только расширяться. Успешное сотрудничество Сызранского летного училища и Чувашии уже сейчас открывают новые перспективы. Не случайно именно летное училище будет шефствовать над строящимся в Чебоксарах республиканским кадетским корпусом. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.